привет меня зовут эля я рада приветствовать вас на своем канале сегодня будет новое видео будем с вами делать новую брошку морской теме это будет вот такой вот миленький маленький дельфинчик размеры у него совсем будут небольшие по длине он будет 55 и 5 сантиметров и в ширину он будет два с половиной сантиметра всем кому нужен шаблончик можете поставить телефон на паузу или сделать скриншот экрана и перевести нужный вам размер с помощью кальки либо просто обычной бумаги вот такого милашку сегодня с вами сделаем покажу что буду делать я взяла фетр и перевела нашего дельфинчика на фетр гелевой ручкой или обшила его жесткой канителью размер у меня канители 1 и 1 миллиметр вот такая вот в общем обшила я ее по контуру такой вот милашка получается да покажу какие материалы буду использовать буду использовать немного стройников вот таких кристалликов возьму возьму сразу вую цепочку у меня есть вот такого красивого голубого цвета в серебристых цапах возьму немного бисера тоха 11 и 15 размер вот такие вот возьму немного бусин голубого цвета вот у меня вот есть всякие разные размеры и по оттенку разные в общем посмотрю посмотрим с вами вместе какие применим и вот здесь вот пузико у нас будет белым цветом хочу использовать вот такой вот у меня бисер есть тоже это тоха есть вот такой радужный бисер такой с переливом а б посмотрю возможно его попробуем положить либо возьму вот такой вот бисер он у меня матовый белый вернее белый и внутри у него матовая сердцевинка вот его попробуем взять если мне не понравится то возьму просто белый перламутровый бисер и еще я сделаю черным цветом да возьмем бусинку с вами в общем всем кому интересно оставайтесь на моем канале и продолжайте меня смотреть итак я раскрасила верхнюю половинку нашего дельфинчика такой вот голубой краской до чтобы у меня бусинки не просвечивали сквозь белый фетр что дальше будем делать у меня есть вот такая стразовая цепочка есть вот такая в серебристых цапах и есть вот такая голубая голубых цапах очень красивая я думаю ее мы с вами и применим сюда стразовую цепочку положить хочу вот сюда положила на одну сторону стразовую цепочку теперь будем пришивать ее вот сюда еще итак стразовую цепочку я тоже пришила вот такая красотища уже получается поработаем с кристалликами пришью вот такой вот кристаллик вот сюда один и вот таких вот два маленьких я буду пришивать на хвостик итак кристаллики я пришила один пришила пониже другой повыше сейчас что делаем сейчас мы с вами пришьем глазик что наш дельфинчик ожил уже возьму вот такую бусинку она у меня 3 миллиметра и она нам будет служить глазиком вот так теперь возьму кусочек мягкой канители совсем маленький и обрамим наш глазик нанизываем канитель на иголочку выходим в то же отверстие что и входили тем самым наша канитель вот так обрамляет нашу бусинку теперь с другой стороны нужно аккуратненько подцепить нашу канитель чтобы ее зафиксировать вот так остальное пространство мы будем с вами заполнять гусинами вот такими будем заполнять биконусами они у меня 3 миллиметра также положим вот таких бусинок положим вот таких биконусов с переливом а.б.м. они у меня 4 миллиметра буду заполнять все в хаотичном порядке вот сюда вот сюда вот сюда вот положу и сюда куда какие бусинки вместятся такие буду пришивать вот так вот Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, вот так мы заполнили нашу верхнюю часть дельфинчика. Сейчас осталась у нас белая нижняя часть. Не хочу утяжелять ее бусинами, поэтому я заполню бисером. Вот такой у меня прозрачный, с белой матовой сердцевинкой в серединке. Буду заполнять также в хаотичном порядке. А где бусинки у меня не будут влазить, вернее мелкие, вот этот бисер. Это бисер номер 10, чешский. И где у меня место будет поменьше, то я туда положу точно такой же. У меня есть тоха 15 размера. Заполняю все в хаотичном порядке. Продолжение следует... Сейчас завязываем ниточку хорошо и будем вырезать нашу брошь. Итак, вырезаем нашу брошь по контуру. Очень аккуратно отступаем 1 мм. Вырезать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить нашу конетель. Вернее, моно-нить, за которую мы пришивали конетель. Итак, вот такой малыш у нас получился. Я очень-очень аккуратненько все подрезала. Переходим к следующему этапу. Будем с вами уплотнять нашу брошь. Делать будем булавочку и изнанку. И затем будем все это дело обшивать. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Итак, девочки, закончила я вышивать свою брошь. Посмотрите, какой он милый, классный получился дельфиненок. И в процессе работы у меня заказали еще одного. Вот такую красотку дельфина. Только в розовом цвете. Размеры у него миниатюрные. 5,5 сантиметров на 2,5 сантиметра. Вот такие вот две брошки красотки у меня получились. Видимо, мальчик и девочка. Очень классные. Вот такие вот у них получились изнанки. Японские булавочки с поворотным механизмом для более надежности. Броши, чтобы они держались надежно, никуда не делись. Вот такие, в общем, красота такая вот у нас получилась сегодня с вами. Очень, в принципе, вышивалась легко. На одном дыхании я сделала оба дельфинчика. Всем, кому понравилось, поставьте, пожалуйста, пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Также не забывайте подписаться на мой канал. И нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. В общем, вот такая красота у нас сегодня получилась. Всем, кому понравились дельфинчики, может быть, вы захотели бы себе их заказать. Поэтому напишите мне, пожалуйста, ВКонтакте. Ссылочку на свою личную страничку ВКонтакте я, конечно же, обязательно оставлю. Поэтому заходите, добавляйтесь туда. И можете написать мне в личное сообщение для заказа такой брошечки. Эти две брошечки уезжают у меня к одной хозяйке. Вот такая красота получилась. В наличии их нет для заказа. Пожалуйста, напишите мне. Повторю, в любом цвете, в котором захотите. Кристаллики очень переливаются. Посмотрите, у нас сегодня солнышко. Переливаются просто потрясающе. Носить их, например, на белой футболочке будет очень здорово смотреться. Красота. Всеми с вами прощаюсь. Всем спасибо, что досмотрели это видео до конца. Всем пока-пока, увидимся с вами в следующем видео. Подписывайтесь на мой канал. Субтитры сделал DimaTorzok